вот друзья мы в питомнике голубики уже здесь саженцы пятилетние выбираем сорта чтобы высадить на участке максима первоначальное какое-то количество штучек 6 возьмем не уже с ягодами есть более поспевающие разные по размеру смотрите какие хорошие кустики голубики вот голубички максима на участке стоят пока в своих временных родных контейнерах потому что пересаживать во время плодоношения конечно мы не будем мы их засыпали опилками хвойных деревьев в данном случае сосновой опилки это важно поскольку голубику мы не подкармливаем ничем традиционным для растений ни навозом не перегноем не золой древесной ничем таким должна быть женщине какая-то загадка это вот про голубику много тонкостей разных и даже тот кто мне реализовывал ее он не знал всех секретов говорит тут почему рядом стоят поливаются вот у одной здесь полив вот рядом другая у нее полив где-нибудь вот здесь и одна нормальная другая не очень но я ему объяснил почему он не знал хотя выращивает много лет но такие крупные ягоды и вкусные поверьте мне смотрите это живот просто шикарно эти можно заниматься разводить их поскольку это ягода всегда в цене на рынках в любое время в любом регионе и она просто очень вкусно и и интересно выращивать по сути она ничем и не болеет если все правильно для нее делать на самом деле есть один секрет что выращивая голубику нужно выращивать не голубику а вот что нужно выращивать мы как раз и со студентами в клубе в нашем разбираем подробно голубика знаете сама по себе растет но нужно выращивать кого-то кто находится вот там под опилками и тогда голубика нам вам не приносит никаких проблем для этого нужно знать как он живет тот кто там под опилками чем питается голубика в каких формах нужно те или иные химические элементы вносить чем интересное растение такое смотрите какие ягода ням-ням вкусняха такая просто красивые вдохновляющие